Всем привет! Сначала немного предыстории. В прошлом году мне нужен был спиннинг для крупных воблеров. И я для этого купил Maximus Manic 10.42 по тесту. Сезон я им отловил. И что мне хочется сказать? Спиннинг мне не зашел в принципе, поэтому после сезона ловли на него он был продан. Не зашел почему? Первое впечатление в принципе было достаточно неплохим. Вроде и бланк хороший, и сделан вроде бы приятно. Но во время долгих рыбалок очень сильно вставали от него руки. Причина вставания была в том, что сам комплект был тяжеловатый достаточно. Спиннинг 120 грамм весила, вот катушка 4000 уже весила 325 грамм. Стояла у меня Shimano Nasky. И меньше 4000 размера катушку я не видел смысла вообще ставить на такие спиннинги. Такие веса как бы вот. Поэтому в общем получался весь комплект 445 грамм весил. Вот это одна причина. Вторая причина в том, что все-таки я привык к строю револты. Хоть она и заявлена например экстрафаст. Но по факту она более такая регулярфаст у нее строй. А вот Maximus Manic он уже реальный экстрафаст такой кол-колом. Поэтому было решено его продать. Я его продал, немножко потерял там в стоимости. И приобрел себе следующий комплект. Следующий комплект я уже решил покупать не просто спиннинг, а уже купил кастинговый спиннинг. Хочу сказать, что до этого у меня был кастинг. Наверное, ну я пробовал на него ловить. Наверное лет 6 или 7 назад у меня был спиннинг Айко Бальтазар. Тест по-моему 7.32, что-то такое. Точно уже не помню. И на него ставил я катушку Hybo Smart китайскую 151. Ну вот с вот этим комплектом мне кастинг не зашел. Вот почему-то именно в тот момент. Вот возможно из-за катушки. Возможно все из-за полного комплекта. Вот. Недолго я им половил. Может быть сезон какой-то пытался ловить. Вот и все. И забросил, продал и забыл. Вот этой зимой, после продажи Манника. И решил купить уже комплект такой более-менее нормальный. Итак, для твичинга крупных воблеров. В этом сезоне я купил. Major Craft Speed Style. Вот такой у него царский чехол. Довольно большой. На два отделения. Мне в принципе на чехлы все равно какие они там. Ну вот тут такой вот прям, как я говорил, царский чехол. Из плотной ткани такой. Здесь кармашек с показателями спиннинга. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Так, ну обозначение 702H. Спиннинг. Здесь у нас паспорт внутри. Вот такие бумажницы внутри. Не знаю, что это. Все не на английском, не на русском, понятное дело. Ну вот такая книжечка Major Craft. Вот. Ну что ж, давайте посмотрим на него поближе. Поближе. Итак, вот она наша удочка. Как мы видим, здесь у нас Эва. Ногайки Эва. Здесь у нас пробка. Он еще у меня в пленке. Вот так вот он выглядит. Здесь еще одна лейбочка с обозначением модели. Ну и еще какая-то информация, тест. И все остальное. На втором колене, на верхнем, есть обозначение тоже спиннинга, как вы видите. Итак, спиннинг я взял в росте 2.13. Тест по леске 12.25LB. Тест по приманкам 10.42. Транспортная длина у него 110 см. Вершинка тубуляр. Фурнитура Fuji K-Series. У моего знакомого есть такой спиннинг. Именно в таком тесте и в такой длине. Он говорил, что можно смело перегружать до 50-55 грамм. Ну я такими приманками ловить не буду. Максимум, что у меня будет, наверное, это приманки грамм до 35. Ну, возможно, там 38 грамм. Ну, запас прочности есть. Также, с его слов, комфортно ловить по низам уже начинается от орбита 110, то есть от 16 грамм. Ну я, в принципе, так и смотрел. Вернее, так и думал, потому что по нижнему тесту 10 грамм. Вот такой у него комель толстый. Ну и сам спиннинг такой выглядит достаточно мощно. Я не думаю, что 10 грамм он будет нормально там бросать. Ну, по крайней мере, может быть, он и бросит его. Но достаточно хорошо твичить будет им, я думаю, некомфортно. Будет продирать все эти приманки 10-граммовые только в путь. Вот. Строй, как я уже сказал, здесь регуляр-фаст, поэтому мне будет с таким спиннингом проще ловить. Потому что я к своей револате привык уже, наверное, сколько она у меня, 5-6 лет. Я к таким строй привык. И, как видите, с манником мне было некомфортно другими строем ловить. Поэтому с этим, мне кажется, все будет отлично. Вес спиннинга 152 грамма. Да, это тяжелее, чем Maximus Manic на 30 грамм. Но в комплекте с катушкой, я потом покажу, какая катушка сюда встанет, комплект получился легче на 83 грамма. Спиннинг совсем не новый. Это модель, по-моему, то ли 2016, то ли 2017 года. В Беларуси я его найти не смог в новом состоянии. Поэтому я его заказал на BitBase. Там есть продавцы из России, которые без проблем отправляют в Беларусь такие спиннинги. Там были и бэушные, были и новые спиннинги. Но я нашел продавца, которого новый, буквально на 2000 российских рублей, отличался от бэу. Доставили мне транспортной компанией с Декио в течение, наверное, полутора недель. И спиннинг оказался у меня на месте. Так, давайте посмотрим катушку, которую я к нему купил. Для этого спиннинга была приобретена катушка от Shimano. Shimano Scorpion MGL-151 High Gear. Вот в такой упаковке она пришла. Катушку я заказывал с Алиэкспресс у официального продавца. Он мне без проблем ее выслал. Я попросил в посылке указать меньшую стоимость. В итоге он мне написал там 15 долларов за катушку на самой посылке. И мне не пришлось на таможне платить никаких там дополнительных взносов. Вот. Вся основная информация по катушке указана на коробке. Передатка у нее 7,4 к 1. Вес 210 грамм. 7 плюс 1 подшипник. Вымотка за оборот 79 сантиметров. За один оборот ручки. Вот. И здесь уже указана вместимость шпули для монолески, либо флюорокарбона. Вот. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас, как обычно, идут документы, взрыв-схема. Вот. Чехла здесь не было в комплекте. Ну, а также если из Китая заказывать катушки, они достают. Либо, я не знаю, может быть с этой моделью и не бывает. Но масла здесь никакого нет. Вот наша катушечка. Такой у нее цвет интересный. Такой бордовый, с переливами. Изначально я хотел купить Шимана Курада. В принципе, это та же катушка, только для американского рынка. У них отличие в том, что здесь более качественные подшипники у Скорпиона стоят. Они более для морской рыбалки предназначены. Но Курада в таком размере не было. Только были версии DC. Ну, это термозная система такая электронная. Вот. А я хотел именно с центробегами. Поэтому было решено купить именно Скорпион. Как я уже сказал, вес у нее весит 10 грамм. И вот в сравнении с той же Шимана Наски, которая на Маньке стояла, Шимана Наски весила 325 грамм. И вот за счет катушки общий вес комплекта здесь получается на 83 грамма меньше. Спидстайл плюс Скорпион получается 362 грамма. Манник у меня был с Наски. С 4 тысяч на 445 грамм вышло. Вот. Здесь нагрузка на фрикцион 5,5 килограмм. Фрикцион здесь не поющий. Ну, тихий, так скажем. Можно поющий фрикцион здесь установить. В принципе, уже комплекты продаются для этой катушки. Ну, и для остальных тоже там, по-моему, в России человек их делает. Без проблем тоже отправляет в разные страны. Поэтому, если кому-то нужно, поющий фрикцион сюда добавить. Ну, проблем никаких нет. Вот. Диаметр шпули здесь 34 миллиметра. Ширина шпули 25 миллиметров. Вес шпули 14,18 грамма. Вот. Считаю, что... По отзывам я смотрел, что примерно там от 8 грамм эта катушка уже будет без проблем бросать приманки. Ну, те, кто ловил на мультипликаторе, знают, что здесь к чему. Здесь регулировка фрикциона. Он с микрокликом. Здесь осевой тормоз. Он без микроклика. Ну, микроклик – это вот звук, который издается. Если будет слышно на камеру. Вот. На осевом тормозе. На осевом тормозе этого звука не будет. Клавиша здесь идет такая симметричная. Если знаете, на старых моделях она немножко, ну, скошенная такая была. Видите, с коробки шпуля достаточно неплохо крутится. Понятное дело, что здесь ни подшипники, ничего еще не раскатанное. Снизу катушки у нас есть такая вот клавиша, которая открывает крышку. Крышка у нас несъемная, то есть потерять вы ее не потеряете. Здесь у нас расположено 4 грузика. Вот наша сама шпуля. Также здесь снизу идет более тонкая регулировка тормозной системы. Здесь 6 положений. Более подробное мнение о комплекте я, наверное, выскажу уже в конце сезона. Сейчас это более такое ознакомительное видео. Вот. Потому что, ну, этим комплектом я еще ловить не пробовал. Не знаю здесь, что к чему. Но думаю, комплект, в принципе, ну, неплохой. Он не совсем и бюджетный, ну, и недорогой, так скажем. Ну, я думаю, для второго раза, попробуя для кастинга, я надеюсь, что этот комплект мне зайдет. Для него, для этой катушки я купил плетенку от Pantone 21. Диаметр 2 по Японии. Изначально я хотел купить Power Pro, как все советуют. Там 0,23 диаметр. Но у нас оригинальный Power Pro я не нашел. Вот. Нашел только пару магазинов. Можно метражом купить. То есть прийти со своей катушкой, намотать сколько нужно. И, в принципе, оплатить. Да. Ну, зашел на Озон. И на Озоне попалась от Москанелла вот такая вот плетенка на распродаже. И она мне обошлась. Сейчас я вам скажу. Это в 19 рублей белорусских. Это примерно, там, я не знаю, там 8, наверное, долларов. 100-метровая размотка. Коллаборация с UGK. Здесь тоже мультиколор такой цвет. По 10 метров, по-моему, здесь цвет меняется. Ну, и как раз 100 метров, я думаю, на эту шпулю как раз и войдут. Разрывная нагрузка у нее 14,5 килограмма. Ну, посмотрим, как она будет на деле. Вот. И будем пробовать. Давайте намотаем и посмотрим, как она сюда легла и сколько ее сюда влезло. Ну, я думаю, она вся бобина сюда и войдет. Для намотки я буду использовать вот такую вот приблуду. Тоже с Алиэкспресс я заказывал. Ставится на какую-то ровную поверхность. Ну, присоской. Здесь можно сделать усилие, которое давит на шпулю вот эту вот от плетенки. Ну, и, в принципе, с натягом наматывать уже на саму катушку. Ну, вот, как мы видим, 100 метров сюда вошло впритык. Вот так катушка выглядит на спиннинге. К ней я купил для хранения на Алиэкспресс вот такой вот чехол. Достаточно удобный. Сюда такая выемка под катушку. Закрывается. Ничего не трясется, все плотно сидит. Такой комплект я приобрел для этого сезона. Надеюсь, мне теперь уж точно зайдет. А теперь ждем потепления. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк. Всем пока.